Проникновение в душу человека, чтобы душа откликалась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 713, 2 том. Не думаете ли вы, что отказ верующего участвовать в семейных праздниках, Новый год, день рождения, приведет к еще большему разрыву со своей неверующей половиной? Ведь если человек привык к тому, что это большие праздники, то ему без скандала трудно отказаться от этого. Вы не за то, чтобы верующие скорее расстались со своими неверующими супругами? Ответ Игнатия Лапкина. Конкретно в данном вопросе ответственность и инициативу продолжать ли сохранять семью апостол Павел возлагает на неверующую сторону. 1 Коринфянам, 7 глава, с 12 по 15 стих. Впрочем же я говорю о негосподь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Если пойдете на компромисс, чего требует неверующая сторона, если ты пойдешь со мной на Новый год, а я с тобой схожу на Рождество в церковь, то заранее должны знать, что вы полностью проиграли. Неверующий через посещение храма к Богу не придет. А ты удалишься еще более. Не надо пытаться сохранить семью, и не надо стремиться к разводу. Но нужно смотреть, как Бог расположит сердце неверующего. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Земля подошла плавно к пункту исхода, Откуда течет река каждого года. Вся пресса людская сейчас отмечает, Что мир потрясала, Что мир ожидает. Всем радостям, бедам подводят итоги, И к новому счастью рисуют дороги. И много иных дел подобного рода Творит наступление нового года. Да, нового счастья весь свет ожидает, Как только планета свой путь завершает. Но новое счастье давно существует, Две тысячи лет по планете кочует. И хочет оно навсегда поселиться, Где горе унылое вечно гнездится, И многие люди его получили, Лучами его свои души залили. Его мы великим Христом называем, И с этим блаженством друзей поздравляем. Кто им свое сердце всегда наполняет, Тот всю свою жизнь новым годом считает. Ой, если б Христу в этот миг ты отдался, Тогда б Новый год твой сегодня начался. То есть это оживление этих вопросов.